так смотрите у нас будет курс микроэкономика я александр тонис преподаватель российской экономической школы также в разных других качествах занят в некоторых других местах там собаки бываю в жюри на всероссийской олимпиаде школьников по экономике если кто там бывал вот и в разных других местах и активностях вот я буду вам читать курс микро в том виде как его примерно читают у нас fresh вот если вы слышали магистратуру значит наша русская там немножко по-другому организован учебный год там не два семестра опять модулей в конце каждого модуля сессия то есть довольно такой интенсивчик вот течение двух лет соответственно микроэкономика там читается за первый год за 5 на самом деле курсов микроэкономики 5 ступеней у нас здесь будет двухсеместровый курс который наверное будет некоторой выжимкой из этой линейки микро врыв то есть примерно там более более важное более главное будет рассказано потому что все рассказать на времени не будет ну и в общем-то незачем то магистрская программа у нас все-таки был к бакалуриат вот на самом деле вот что я буду рассказывать довольно стандартные вещи которые есть учебниках там есть еще александр филатов он сюда будет приезжать возможно два раза один раз осенью другой раз весной очень это октябре он вам прочтет интенсивный специальный курс теория отраслевых рынков которые по-английски значит это даст организм решили правит ура а соответственно это довольно сильно соприкасается с нашим курсом и поэтому мы с ним работаем в координации то есть фактически будет считаться что он тоже прочитает его материал тоже как-то покрывает через курс микроэкономики соответственно я читать не буду речь пойдет там про всякие модели лига поле и другой организации рынков но вот до связаться со мной можно вот как написано в электронной почте или telegram чат групповой сейчас организуют спасибо тогда вот с ума материала вот план курса смотрите какой будет у нас ну вот как пять разделов у нас фреш так я их и выделил поведение потребителей или теория потребителя формирование потребительского спроса теория производства здесь в координации с курсом александра филатова как раз теория общего равновесия дальше модели провалов рынка асимметричной информации и тема асимметричной информации по праву вам будет перетекать в дизайн механизмов или разработка механизмов ну вот такая стандартная линейка микроэкономики то есть ничего как бы не типичного вот при этом я рассчитываю что я спрошу вас же было какое-то введение в экономику да кто читал черноваки отлично ну вот то есть в принципе я особо не буду останавливаться на каких-то ну таких общие идейных вещах в основном будет делаться упор на технику на модели вот ну нет конечно интерпретация содержательное всегда будет присутствовать но в общем то у нас в основном вот такой классический теоретический курс микроэкономики далее форма контроля нас див зачет да то есть зачетная работа с оценкой десятибалльной шкале вот смотрите зачетная работа будет письменная то есть это будет занимать но там не знаю два часа ли около того может быть пару может быть побольше скорее где-то на зачетной неделе она будет возможность пересдать на это всего 45 процентов оценки еще по 15 процентов оценки в течение каждого семестра будут работы домашние контрольные но вот обычно я даю домашние работы а мой коллега александр даст контрольного так ну и активность на занятиях в первую очередь это посещая семинар активность на семинарах оставшиеся десять процентов соответственно все работы письменные зачетная работа тоже письменная там кит задачки решать какие-то вопросы ответить там кусочек с вот основные учебники алекс и семинар я различаю дали нас будет обычно я думаю что вот эти два занятия пера занятий лекции вторая занятий семинар ну посещаем будет отмечаться на семинарах на лекции тоже желательно приходить но скажем так лекции я буду выкладывать вот эти вот аккуратные слайды и принципе если в какой-то день не пришли ну вы можете посмотреть слайды хотя конечно их звуковое сопровождение тоже важно но опять же будет вестись запись в этом смысле ну как бы очень лекции тоже рекомендуется посещать но вот на семинарах будет вестись отметка посещаемости и какой-то активности вот учебники смотрите у вас же вы спокойно относитесь к англоязычной литературе да нормально можете ее читать некоторые из них есть в переводе по моему я видел перевод на скалила это наиболее продвинутый ученик по микроэкономике на другом толстый такой серенький энциклопедия такая большая энциклопедия всей микроэкономики он немножко такой уже старый 95 года но в принципе основной там есть что-то я буду рассказывать по нему что-то не по нему там вот николсон снайдер буду использовать иногда верен иногда какие-то другие материалы когда про аукциона буду говорить например там есть книга кришна интервью аукционов ну в общем так да и эти книги по идее можно найти где-то там поиском они находятся пдф можете их так шкачать хорошо вопросы на данный момент фолоструктуре после прочего ну по 15 процентов за смотрите может быть будет такая вспомогательная шкала стабальная по каждой работе в процентах что называется пациент сделанного дальше она будет некоторым образом переводится в скорее всего вы просто с этим весом будет все взвешиваться и дальше дальше тонкий момент как вы приводить в десятибалльную оценку обычно делать в квантиле то есть смотрится распределение может быть там задание допустим слишком сложно ли слишком простое держится ваше относительное положение относительно других то есть какие-то кластеры которые разделяются там вот границами там десять девять девять восемь и так далее я думаю я поступлю так поделение будет разная 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 я буду обычно обычно я делаю так вот есть группа допустим набранных баллов плотная а есть другая группа набранных баллов я провожу границу примерно в верхней границе нижней группы соответственно почему так ну допустим оценки процентах 73 75 76 а потом 83 вот границу какой-нибудь там десятка или девятки я проведу по 77 скажу почему чтобы минимизировать ваши стимулы ко всяким апелляциям и спорам вот то есть операции возможно но при этом желательно чтобы действительно было указание на что-то что я там неправильно оценил и не нашел допустим вашей работе они просто пожалуйста посмотрите работающий раз может вы мне сможете поднять оценку за что-нибудь хорошо и так мы с вами будем рассматривать теорию теория микроэкономическая состоит из моделей здесь важно понимать что есть собственно говоря то что экономика изучает разные экономические процессы процессы того как люди хозяйствуют есть то как мы это моделируем то есть там и треть третья составляющая это то как мы эту модель пытаемся соотнести с реальностью это этот это раздел у экономической науки называется эконометрика там пользуются статистические методы вот соответственно обвать микроэконометрика вот этого всего у нас не будет назвать теория вот в какой модель это берется какой-то обычно один аспект сложного экономического процесса ну например там не знаю монополия или поведение потребителей что-нибудь еще такое и рассматривается в отрыве от всего остального как бы от остального мы абстрагируемся модель получается простая соответственно возникает сразу к ней претензии насколько хорошо написывает реальность пас модель не бьется с реальностью потому что так то и так то все сложнее гораздо устроено вот надо с этим смириться то есть когда мы работаем с моделью там и ну как-то принимаю что написали только часть мира какую-то составляющую какой-то может быть один эффект скажем а есть другие эффекты которые эффект могут перевешивать другую сторону вот ну тем не менее модели хорошие модели должны быть проверяемая предскажу значит чем отличаются микроэкономические модели тем что там есть экономические агенты люди или фирмы которые считаем мы ведут себя рационально вот что значит тут все рационально как вы думаете ну да написано точно хорошо 1 в целом как бы ваше мнение все-таки что очень национальное поведение максимизации полезности хорошо должна быть функция полезности да то есть она должна быть всюду определена тоже хороший вопрос вот можем ли мы описать все возможные состояния как бы экономическими экономической точки зрения в которые можем попасть всевозможные потребительские корзины товаров там не факт можем ли мы адекватно оценить как хорошо мы себя почувствуем потребление того или иного набора товаров вот вот есть вопрос значит функция полезности максимизировать да дальше а действительно ли мы ее максимизируем а вдруг это сложно я вам дам какую-нибудь задачу максимизировать функцию целевую функцию на каком-то множестве доступных альтернатив а задачи сложные трудно решить чтобы решить нужно там или долго считать или компьютер включать а у человека часто бывает на решение довольно мало времени как он будет оптимизировать у нас будет дополнительный параметр время который мы продаем на эту всю фигню да если время переулечивает то ну нафиг сделаем что-то приближенное к оптимальному но не точно да можно можно так рассуждать да то есть как бы включить включить в модель какую-то сложность принятия решения да что еще почему решения принимаем агентами могут быть нерациональны особенно если это речь про потребителей значит вот есть микроэкономика да которая изучает модели социально поведением агент поведенческая экономика слышали поведенческая экономика это на стыке экономики и психологии это дисциплина которая пытается понять как люди на самом деле принимают экономические решения и оказывается что есть некоторые отклонения от рационального поведения или во всяком случае от того что есть в обычных моделях рационального поведения ну например например люди могут привязываться в принятии своих решений с каким-то референсным значением чего-нибудь может на их решение влиять оценка каких-то прошлых или будущих событий типичный пример вот я допустим принимаю какую-нибудь цепочку решений последовательность решений на основе неполной информации или на основе в общем там не имея дефицит может быть времени ресурсов для качественного принятия решений и в какой-то момент я понял что ошибся или неправильно оценил ситуацию она не такая я поступил неоптимально только что значит и дальше у меня на развилке следующий два выбора продолжать действовать по той линии на которую я свернул неправильно или что называется зафиксировать убытки и вернуться на более оптимальный вариант ну вот считаем что второе является собственно рациональным решением а часто люди выбирают первое потому что иначе им приходится признать о значит я вчера ошибся я только что ошибся это неприятное знание которое ну как бы то что человек хочет исключить это неприятное переживание это определяет то что может продолжать двигаться по неправильной ветке или например что еще из поведенческой экономики я не буду говорить про поведенческую экономику опять же но просто надо иметь ввиду что бывают вот такие элементы ну либо нерационального поведения либо странно как-то бьющегося с в нашем представлении рациональности или с моделями стандартными стандартных моделях меж временного принятия решений то есть принятия решений впоследствии в разный момент времени есть такая вещь как дисконтирование да то есть допустим ценность завтрашних денег умножается на какой то есть цен дисконтирования ну условно говоря там это может быть связано с банковским процентом или с чем то еще вот допустим через год тысячи рублей для меня сейчас него это не тысячи рублей а скажем сколько там девятьсот пятьдесят девятьсот не знаю ну может быть и восемьсот ну да это вообще говоря это как-то может быть связано с банковскими ставками может быть какие-то другие иные оценки например еще сюда нужно включить риск того что я до момента не доживу или скажем там меня уже не будет интересовать то чем я сейчас занимаюсь то есть это тоже как бы влияет понижение дисконтирование так или иначе он все-таки допустим мы говорим про ценность чего-нибудь для меня сегодня и прямо завтра через двадцать четыре часа или тем более через пятнадцать минут то это вещи должны быть примерно одинаковые для рационального человека вроде бы а между тем наблюдается вот какая вещь гиперболическое называется дисконтирование что у людей график этого вот дисконтирования ведет себя не как убывающая экспонента а очень резко вначале падает а потом уже убывает как экспонента то есть условно говоря вот я сплю у меня звонит будильник мне нужно просыпаться чтобы ехать на работу на самолет я могу опоздать но мне настолько прямо сейчас хочется спать что я готов терпеть риски опоздания на самолет или чего-нибудь такого потерь каких-то больших чтобы поспать еще десять минут или допустим я иду у меня есть возможность выкупить прямо сейчас этот телефон в магазине или некоторое время потратить не очень большое не очень большой труд на поиск того же самого то на каком-то маркетплейсе значительно дешевле ну кто-то выберет магазин совершить импульсивную покупку импульсивную покупку даже нечто другое на самом деле это когда он вообще ничего не планировал покупать а вдруг взял купил тоже как бы маркетологи это знают и пользуются ну окей довольно по единическую экономику наверное надо просто специальный курс читать дома него едимическая экономика как бы вся эта наука базируется на экспериментальных данных проводится эксперимент ну во-первых есть просто наблюдение за поведение вstormках кроме того проводится специалии эксперименты вот поведенческой теории идут там тоже эксперимент экспериментальная теория игр вот все это на самом деле важно то есть чтобы несколько студить что называется пыл наш теоретический, да, что на самом деле принятие решений устроено не так просто, как мгновенная максимизация функции полезности на доступ множества интернатив. Так, ну вот я сказал, что не так мгновенно люди решают задачи оптимизации. Далее. Что еще характерно для микроэкономических моделей? Там обычно бывает два подхода позитивная и нормативная, или позитивная составляющая и нормативная составляющая. Позитивная это как эта модель пытается описать, что происходит. Ну и ключевая концепция в этом случае это равновесие. То есть в модели есть какие-то участники, каждый участник действует рационально, каждый каким-то образом принимает решения, и в результате происходит какое-то состояние при котором никто от своего принимаемого решения никуда отклониться не хочет, а также у нас происходит там баланс на всех рынках, не происходит какого-то дефицита, избытка чего-нибудь где-нибудь. А вот это называется равновесие. И мы считаем, что это в принципе то, что наша модель предсказывает. Предсказывает, что будет. Опять же, надо понимать, что есть равновесие, а есть, допустим, процесс сходимости к нему, он может быть не очень короткий и может оказаться важным, как именно система сходится к равновесию из того места, где она находилась до этого. Особенно если равновесие несколько, и между их бассейнами есть какая-то граница, положение относительно этой границы начальное, важно для того, в какое равновесие сойдет система. скажем, в хорошее равновесие или в плохое равновесие ловушку. Ну вот это про позитивный анализ. А бывает нормативный анализ, нормативный подход. Нормативный подход это, что мы хотим видеть. И здесь ключевая такая концепция это решение центрального планировщика. Задача центрального планировщика с его критерием оптимальности и решение его. Ну либо, как вариант, если мы хотим сделать хорошо сразу всем, это оптимальность папоретто. Знаете, сколько оптимальность папоретто? Состояние, из которого нельзя перейти в другое состояние, так что всем станет лучше сразу, одновременно. Вот, то есть это как, ну, это эффективность, да, эффективность папоретто. Это как минимум то, к чему мы стремимся как нормативные, с нормативной точки зрения, да, то есть может быть, что равновесие, например, не оптимальный папоретто, то есть можно из равновесия уйти каким-то силовым методом или не знаю чем, каким-то методом, в общем, каким-то способом. Так, чтобы всем стало сразу лучше. Вот, соответственно, надо это различать. Ну, и критерий качества модели все-таки, это удается ли ее проверить, подтвердить данными какими-то эмпирическими, возможно, еще откликовать ее, откликовать ее параметры. Там у каждой модели есть эндогенные переменные и экзогенные параметры. Эндогенные переменные – это переменные, определяющие равновесие. Они могут меняться, а параметры – это то, что, вообще говоря, как-то снаружи модели находится, то есть мы можем подкрутить эти параметры, ну, или там может последовать какой-то внешний шок, от чего параметр модели изменится, и на это отреагируют эндогенные переменные, как-то сместившись в другое равновесие. Вот, соответственно, вот эти параметры с помощью данных можно пытаться откликовровать с помощью эконометрического анализа. Вот. Далее, еще раз мы будем рассматривать здесь в этом курсе простые модели, которые там, или можно прямо дорешать до конца, найти равновесие в явном виде, или, по крайней мере, мы можем понимать, как его найти, можем выписать из системы уравнений, условно говоря, понимать, что произойдет, если поменяется параметр, в какую сторону поползет решение. Вот. Но на их основе можно построить и строятся модели более сложные, реалистичные, большие модели у всего равновесия, считаемые, которые, как бы, уже используются, например, для макроэкономического анализа. Вот. Ну, соответственно, всегда студенты спрашивают, а как вся эта теория, которую вы рассказываете, применяется на практике? Это главный вопрос, на который я должен уметь отвечать, да? Да. и кто угодно. Вот. Соответственно, ну, в случае микроэкономических моделей, наверное, самое частое применение, это все-таки анализ рынка, такой, каждодневная, да? То, чем занимаются аналитики. Вот. Далее. Ну, вот, зачем нужна теория игр? Первое, самое очевидное применение теории игр, микроэкономического анализа, это дизайн рынков, и, в частности, аукционы. Как устроить способ работы торговой площадки, чтобы, ну, вот, чтобы это было как-нибудь эффективно, или, может быть, приносило больше прибыли кому-то все это устраивает, или там что-то еще, какие-то еще цели могут быть. Пока товары продаются простые, это, в общем-то, многие, многие столетия, в общем-то, использовалось несколько простых моделей аукционов, там, английский аукцион, нисходящий открытый аукцион. Был голландский аукцион, нисходящий, тоже открытый. Разные варианты закрытых аукционов, там, первой, второй цены. Как только товары становятся сложнее, то есть, не просто, там, какой-нибудь, не знаю, картина, или что-нибудь еще, там, не знаю, тонны картошки, а линии радиосвязи, товар, который скажем, продается на ну, какой-то, какой-то единичный товар, который может быть, допустим, потреблен только кем-то. Какой-нибудь там, что еще привести, в качестве примера, контекстная реклама. неочевидно, чем это отличается от картошки, если картошку могут купить все, кто пришли на аукцион, а контекстную рекламу, ну, на ней, на нее не будет спросом, вот тех, кому она не нужна, типа, я не веду, в аукционе, где так участвуют буквально такие же люди, которые могут поделить, поделить, смотрите, тут сложная, может быть, история, например, там, ключевой, контекстной рекламы, есть ключевое слово, например, там, ну, не знаю, автомобили Ford, или какая-нибудь конкретная модель Ford, значит, кто, кому эту рекламу показывать, кто должен ее заказывать, по каким ключевым словам нужно, так сказать, чтобы показывалась реклама, ну, вот, оказывается, что, например, довольно большой спрос также и среди конкурентов Ford, которые хотят продать, допустим, не знаю, Nissan или кого-нибудь еще, да, они тоже включаются в эту гонку, в гонку за внимание потенциальных потребителей. Вот, кроме того, контекстная реклама, это же не просто один товар какой-то, это в разной градации, как бы, его в разной степени, там, допустим, может быть, показ на первой странице, в самой верхней строчке, может быть, более нижняя позиция, может быть, тут только на второй странице, это разный, как бы, уровень, причем, один и тот же, один и тот же, одно и то же объявление, может быть, показано в разных местах, в зависимости от того, какие ставки сделали другие, то есть, это уже требует некая более сложная процедура. я спрашиваю, как с точки зрения создания создателя опционы это отличается? Другой механизм, более сложный механизм, механизм, учитывающий то, что, допустим, явление может быть показано в том или другом месте, скажем. Ну, опять же, не очевидно, это все требует тонкого анализа. Вообще, есть теорема принципа квалентности доходов, который говорит, что в простой ситуации, когда, допустим, у нас независимые оценки, неважно, какой акцион мы проводим, все равно ожидаемый доход продавца будет одним и тем же. Это не очевидно, но это так, да, в более сложных случаях это уже не так. Я просто слышал, что в целом любой акцион какой-то варит, она вторая цена, в любом случае, почему застават, ну, то есть, и так интузивно. Ну, вот это и есть, это и есть принцип квалентности доходов, примерно он и есть. Ну, это как будто всегда работают в средствах. Ну, это работает в простых случаях. Ну, а они просто не представляют, как сложные деньги. Должны независимые оценки, например, некоррелированные оценки покупают. Например, когда есть торг за возможный нефтеносный участок, по которому есть какие-то разрозненные данные предварительной сейсморазведки. Эти данные между собой коррелируют, вообще говоря, правильно, в покупателе, и это приводит к тому, что уже возникает ситуация более сложная, чем модель IPV, Independent Private Values. но в этом мы поговорим. Точнее так, в более сложные детали, я говорю, мы вдаваться не будем, поскольку у нас все-таки курс довольно базовый. Хорошо. Теория контрактов есть тоже, как развитие некоторых микроэкономических моделей. Как организовать контракт между, допустим, работодателем и работником, или работниками, чтобы они лучше выполняли то, что им нужно выполнять индивидуально, а также в команде. Создание правильных стимулов. В экономическом анализе всегда есть такое слово трейдов, то есть задача оптимального выбора между чем-то и чем-то с компромиссом между двумя, так сказать, либо одно получаем, либо другое, но не все вместе. Допустим, в случае контрактов с работниками мы можем этого либо застраховать от рисков, а обычно люди, простые работники плохо относятся к рискам, либо как-то его простимулировать, чтобы он лучше работал, больше усилий прикладывал, которые, допустим, работодатель не может наблюдать. Вот одно с другим конфликтует, один интерес с другим конфликтует. Если мы не застрахуем работника, соответственно, то есть он будет рисковать, то придется ему премию за РИД дополнительно платить. Если мы его не простимулируем, то он и работать не будет. То и другое как бы это потери. Как-то между ними будет баланс. Ну вот. Да. Экономика меняется в моделировании и решении домохозяйства в принципе. То есть можно ли сделать с учетом поведенческой экономики, чем можно сделать какую-то поправку, то есть все равно. Вы говорите про поправку? Ну, конечно, конечно, да. Ну, то есть обычно речь идет про агрегированный спрос, а не спрос конкретного домохозяйства. Но анализ рынков, да, проводится. Существует по стомах экономики? Ну, да. Это основное применение, в общем, то есть компания пытается спрогнозировать, что будет, если, допустим, она изменит цену или тарифный план, как на это отреагируют потребители. Вот есть какой-то набор наблюдений того, как они раньше реагировали на такие вещи или как они отреагировали в случае других рынков такой же продукции. Можно еще вопрос. Вот вы последнее то, что описывали точку нужной теории. Да. В микроэкономике основной инструментарии это, собственно говоря, теоретически игровые модели или теория общего равновещия это можно ее тоже вести к теории игровой модели. То есть почти вся микроэкономика это теория игр. Хорошо. Так. Давайте все-таки уже начнем с теории потребительского выбора. Так. У нас есть ряд вот таких вещей, которые мы хотим рассмотреть. Ну, вот, я не буду еще это проговаривать. Можете прочитать. Значит, мы начнем с понятия потребительского выбора предпочтений и полезности. То есть мы будем в целом вот эта часть курса будет описывать то, как обычно ведут себя рациональные потребители. Какой спрос они предъявляют. Как формулируется потребительский спрос? сторона спроса. Ну, вот, что потребители выбирают? Они выбирают наборы товаров. Допустим, у нас есть, давайте, самая простая модель. Вот есть товар X1, есть товар X2. Что это значит? На 100 в жизни всего два типа товаров? Нет же, у нас товаров вон сколько, там, тысячи, не знаю. Но можно пытаться их как-то агрегировать. Ну, скажем, вся еда и вся одежда. То есть некоторые товары друг с другом каким-то образом являются заменителем, взаимозаменяемым, можно их тогда по этому принципу объединить. Ну, допустим, есть точка принятия решения X. Человек выбирает вот столько еды, а вот столько одежды. А есть другая точка, здесь он больше еды предпочитает выбрать, ну, не предпочитает, а выбирается, меньше одежды или еще какая-то точка. Вот. В общем случае модель потребительского выбора рассматривает какое-то количество типов товаров, допустим, L товаров. Я использую здесь буквы обозначения из Маскалела. L товаров обычно потребляемое количество неотрицательно. Соответственно, набор товаров это некоторый вектор, то есть набор неотрицательных чисел количеством L штук. RL+, это вот что такое. Это неотрицательная часть вещественной прямой, то есть множество неотрицательных чисел, возведенная в элитную степень Декартова. Такое в случае двух товаров это неотрицательный R-Tant вот такой. В случае трех товаров добавляется еще одно измерение и так далее. потребительское множество обычно такое. Это не обязательно, могут быть какие-то ограничения сверху. Скажем, важная часть теории потребителя, это как ни странно, теория потребителя занимается формированием потребительского спроса, но также в зону ее ответственности входит и предложение труда. Почему предложение труда? Это на самом деле спрос. Потому что это можно интерпретировать как спрос на свободное время. То есть свободное время это такой же товар лейджер в свободное время. Допустим, там вот у меня есть два товара. Все потребительские товары агрегированные в один, все, что я потребляю, ем, не знаю, пользуюсь. И свободное время, в течение которого я могу этим все наслаждаться. Если свободного времени у меня не будет, я тоже не смогу получить радость от потребления. Поэтому допустим, а чем ограничено свободное время? вообще говоря, просто у нас нет суток больше, чем 24 часов. Максимум времени, которое у меня есть, там, 24 часа, если спать не буду. Если будут, то этого меньше. Поэтому может быть естественно ограничение сверху на что угодно на какой-нибудь потребительский товар. так. Ну и потребитель выбирает из доступных ему наборов товаров тот набор, который он предпочитает всем остальным. Здесь мы приходим к понятию предпочтения, потребительские предпочтения, полезность. И вот, как заметил кто-то из вас, кто такой рациональный потребитель, тот, кто максимизирует полезность. То есть рациональному потребителю в моделях приписывается некоторые предпочтения, которые могут быть описаны функцией полезности. То есть каждой точке в потребительском множестве приписываются какие-то что называются очки, я не знаю, какое-то число. Чем больше это число, тем больше удовольствия от потребления данного набора товаров. Получается функция полезности. Эту функцию полезности можно как-то визуализировать. Например, нарисовать кривые безразличия. То есть это линии уровня. Ну, например, чтобы нам визуализировать рельеф на карте, мы рисуем горизонтали. Получается карта горного рельефа. Чтобы визуализировать функцию полезности, мы можем рисовать ее кривые безразличия. Здесь, наверное, чем больше каждого товара, тем лучше потребителю. Вот он получает полезность U1, он получает большую полезность, вот еще большую. вот, то есть каждый стремится переместиться куда-нибудь в эту сторону, но что ему мешает? Мешает, наверное, бюджетное ограничение, денег у него столько нет, чтобы все купить вообще. Тогда приходится выбирать между чем-то и чем-то. Тогда, например, если вот есть такой набор товаров, который здесь находится, и другой набор товаров, который находится здесь, а стоит столько же, то скорее потребитель выберет такой набор товаров. Есть другой подход, не обязательно вводить функцию полезности, можно вводить бинарное отношение на множество, то есть просто сказать, в этой паре наборов товаров, один набор товаров лучше другого. Вот, соответственно, что мы от предпочтений требуем, это бинарное отношение и предпочтений требуем. Обычно мы требуем две вещи, полнота и транзитивность. Полнота, это значит, что любые два набора товаров можно сравнить, либо один не хуже, либо x не хуже y, либо y не хуже x. И транзитивность, тоже то, что мы обычно требуем. Если мы говорим про рациональность именно предпочтений, мы считаем, что если я предпочитаю, или там рациональный агент предпочитает x y, а y z, то для него x лучше, чем z. То есть нет циклов. Не бывает так, что я люблю яблоко больше, чем грушу, грушу больше, чем апельсин, но почему-то апельсин больше, чем яблоко. так, смотрите, вот бывает, если бы хотеть добавить асимметричность, получается просто отношение линейного порядка. Это слабый порядок, слабо, значит, смотрите, вот бывает линейный порядок, бывает еще частичный порядок, да, но это речь не о нем. В данном случае слабый порядок, чем он слабый? предпочтение математически это слабый порядок. Нет, антисимметричность вы хотели, но эта антисимметричность дает нам тогда сразу отношение линейного порядка, то есть про любой набор товаров и любой другой набор товаров верно, что один строго лучше другого. Вот это антисимметричность, да? А слабый порядок это вот что такое, допускается индифферентность, то есть допускается безразличие. Я могу оценивать два разных набора товаров одинаково. Мне может все равно это вытреблять или это. Поэтому порядок слабый. Ну, рефлексивность отсюда следует, следует, я бы сказал, да, следует. Х в любую сторону сравнима с Х и значит эквивалент на Х. Хорошо. значит, ну, почему нам нужно именно слабый порядок и не сильный, иначе не построится, допустим, непрерывное предпочтение, не получится сделать. А нам удобно, чтобы они были непрерывными, а не какими-нибудь там странными, типа лексикографических. если есть нестрогие предпочтения, то по ним можно построить строгие. В отношении строгого предпочтения это значит, что Х строго лучше, чем Y, то есть не хуже, чем Y, а при этом нельзя сказать, что Y не хуже, чем X. С точки зрения данного потребителя. Про безразличие я сказал, если X не хуже, чем Y, Y не хуже, чем X, то мы говорим, что между ними есть отношение безразличия или эквивалентности или дифферентности. Соответственно, можно визуализировать функцию полезности или предпочтения картиной кривых безразличий или поверхности безразличия. Вот. Ну и, соответственно, связь между полезностью и предпочтением. Можно предпочтение описать функцией полезности, задав такую функцию, которая принимает большее значение в точке более предпочтительной и меньшее значение в точке менее предпочтительной. Всегда ли это можно сделать? Вопрос, на который сейчас будет дан ответ. Вот. Но надо заметить, что одни и те же предпочтения могут задавать разные функции полезности. Например, есть функция полезности, задающая вот такие предпочтения, как здесь, на этой картинке. Функция у. А мы взяли строго возрастающее преобразование фи от у от х. Эта преобразовая, эта функция получает тоже функция полезности, задающая те же предпочтения. На самом деле, вот что это означает. Мы вместо значения полезности у 1 и 2 у 3 тут пишем фи от у 1, фи от у 2, фи от у 3 и так далее. То есть в других единицах используем, шкала полезности может меняться, а предпочтений нет. Иногда это не важно, какая шкала полезности у нас, а иногда важно, когда мы эти функции полезности без собой начинаем складывать, взвешивать и так далее. Хорошо, у меня там такой вопрос. Принято ли у вас делать короткий перерыв в середине лекции? или скорее нет? Все кажется, зависит от реакции. Как вы предпочитаете? На финансах вообще не было. Давайте, может быть, не будем тогда, потому что на самом деле материала много и лучше вы мне больше вопросов задавайте. Так, хорошо, едем дальше тогда. Ну, вот тут нарисованы примеры, примеры предпочтений. То, что слева называется леонтьевские предпочтения или предпочтения между товарами, которые являются совершенными дополнителями. То есть, это, например, что лыжи и лыжные ботинки. То есть, одно без другого как-то мало смысла имели. Левый, правый ботинок. Соответственно, если у меня есть много товара x1 на меньше товара x2, все равно я получаю такую же полезность, как от одинакового их количества, равное минимуму из них. То есть, я могу лишнее количество товара один выбросить и все равно мне будет столь же хорошо. Настолько эти товары друг к другу прикреплены, настолько они один без другого не используются. То есть, что-то, которое потребляется только в комплекте с чем-то. Ну, такие совершенные, кстати, совершенные дополнители тоже можно агрегировать же на самом деле, работая с их комплектами. Хотя, с другой стороны, они могут производиться разными компаниями, которые между собой конкурируют. То есть, тут вопрос еще. Хорошо. Бывает противоположная ситуация. Совершенные заменители. это вот такая картина кривок безразличия, которая полностью линейная. Это значит, что мы можем просто любое количество товара один заменить с каким-то коэффициентом на какое-то количество товара два. И этот коэффициент не зависит от того, в какой точке мы находимся нашего потребительского множества. Ну, условно пепси-кола и кока-кола, не знаю. какие-нибудь другие случаи, когда есть разные производители по сути очень похожих товаров. Вот как раз совершенные заменители. Обычно то, что может считаться близкими заменителями, можно агрегировать, чтобы не рассматривать слишком много товаров, чтобы модель была какой-то обозримой. То есть, группа товаров обычно объединяет заменители. Вот. есть промежуточные случаи всякие, но модель хороша, когда она легко обсчитывается, и поэтому может быть к ней написана как бы эконометрическая модель, которая, соответственно, протестирована откалибрована. Поэтому используются разные простые спецификации. Типичные спецификации это вот Коба Дуглас, да, то есть, функция полезности Коба Дугласа. Смотрите, x1 в какой-то степени умножить на x2 в какой-то степени. Если много товаров, то тоже там в разных степенях. Что получается? Получается кривая без различия, но, допустим, если альфа равно бета, то это просто такая гипербола идет. обычная. Если альфа не равно бета, то это более асимметричная гипербола, прижимающаяся к одной оси и отжимающаяся к другой. Или, например, CES-функция. CES-это constant elasticity of CES substitution. То есть, постоянная эластичность замещения. Мы на семинаре про это поговорим. Почему она так называется? В чем тут постоянство эластичности замещения. Но функция выглядит так. X1 в некоторой степени. Эта степень должна быть меньше единицы. Значит, здесь гамма – это положительное число. Но еще случай гамма равно 1 мы не можем здесь использовать, потому что на 0 делить нельзя. х1 в некоторой степени плюс х2 в некоторой степени. Все это взвешивается с какими-то весами. Но еще важно, что если гамма больше единицы, то мы умножаем все это на отрицательное число. То есть, если х1 возводится в отрицательной степени, х2 тоже, то, естественно, получается, что мы уже применяем убывающие функции, чтобы она снова стала зарастающей, надо умножить на минус что-нибудь. И здесь мы на семинаре с вами поговорим про это. Здесь параметр гамма, собственно говоря, регулирует вот что. Являются ли эти товары скорее заменителями или скорее дополнителями? Если товары являются скорее заменителями, то гамма маленькая. То есть, для совершенных заменителей гамма равно 0, поставьте сюда гамма равно 0, получить линейную функцию. А потому что это опечатка, извините. Я даже не знаю. А может, потому что это не опечатка, а здесь есть палка вертикальная плюс, которая плохо видна. Вы знаете, здесь почему-то вертикальная палка очень светлым цветом серым пропечаталась. Я не знаю, как так получилось. При растеризации какого-то там, не знаю, я писал в каком-то редакторе. Это, видимо, там какая-то особенность астеризации, я в этом поправлю. Это получается плюс на минус заменился. Да, действительно странно. Я сам не увидел вначале, что это плюс. Хорошо. Короче, если гамма маленькая, близко к нулю, то это заменители. А если гамма очень-очень-очень большая, так что степени там сильно отрицательные, соответственно, на отрицательный коэффициент вручает, домножается. тогда ну вот что тогда? Тогда можно проверить, что эта ситуация будет на самом деле близка вот к этой клеонтьевским предпочтениям. То есть, чем больше гамма, тем больше кривизна вот этих кривых безразличия. Тем более они кривые. И, кстати говоря, если гамма стремится к единице, то мы получаем функцию Коба-Дугласа как предельный частный случай. То есть, функция Коба-Дугласа можно смотреть тоже как предельный случай или как частный случай ЦЕС-функции. Ну, ЦЕС-функция обычно используется в различных тестируемых спецификациях моделей. Есть разные другие варианты. Могут добавляться к X1 и X2, например, какие-то еще слагаемые постоянные. Или вычитаться. Для чего все это нужно? Для чего нужна функция полезности? Чтобы решать задачи потребительского выбора. А именно, смотрите, есть у нас бюджетное множество. Там, как оно образуется? Есть, допустим, какие-то рыночные цены. Цена первого товара P1 цена, второго товара P2 и так далее. И с точки зрения потребителя обычно считается, что он на эти цены влиять не может. Может на самом деле потребитель влиять на цену, которую он платит? Очень неизложительно. Ну, на самом деле, смотрите, зависит от того, какая торговая площадка. Если это Восточный базар, где-нибудь в Израиле, например, или в арабской стране, там считается делом чести какого-нибудь американца впарить за 100 долларов, то, что обычный человек, который, собственно говоря, торгуется, не откажется его удовольствия подорговаться, купит за 10. Так что, вообще говоря, зависит, то есть, может зависеть платимая цена от поведения потребителя, но если мы считаем, что потребитель рациональный, наверное, он эту возможность снизить цену сразу и использует. Так что, мы будем считать, что есть все-таки некая рыночная цена. Обычно, если потребитель это не монопционист, то есть, монополист со стороны спроса. Да, а кто бывает монополистом со стороны спроса? Какой пример можно привести? Государство и работодатель в моногороде. Там. Вот, недавно вернулся из города Мончегорск Мурманской области. Там Кольская горно-металлургическая компания производит никель из полуфабриката Привозимого из Норильска. Раньше добывали там у себя сырье. Но там огромный комбинат, у которого вот такая гигантская парковочная площадка. Но на самом комбинате я не был, у меня другие там были задачи, но я довольно часто проходил через огромную парковку и поражался размером. То есть утром видимо в рабочие часы она вся заполняется машиной, то есть весь город реально приезжает работать. Ну там почти. Соответственно такой покупатель рабочей силы, как этот комбинат, уже не вполне может считать, что он действует на конкурентном рынке труда и распринимает цену туда как заданную. Скорее он может ее диктовать зарплату. Но в остальных случаях все-таки мы будем считать, что у нас есть price-taking behavior, то есть конкурентное поведение. Соответственно что может потребитель гибко выбирать? Потребительские наборы при заданных ценах. При этом у него есть некоторый бюджет. Бюджет W означает slow wealth. Соответственно вот есть набор цен, есть бюджет. Получается бюджетное ограничение P1X1 плюс P2X2 и так далее P1XL меньше мно-W. То есть затраты суммарные на покупку потребительского набора должны не превышать этот бюджет. Можете пожалуйста еще раз сказать монополия истерный способ. Монопсония. Да монопсония. Да. Вот. Соответственно мы можем более короткое обозначение использовать знак скалярного произведения или dot product вот этот вот P умножить на X это то же самое что P транспонировано на X матричной алгебрии. Так можно более коротко написать вот это вот выражение алгебологическое. Ну и еще есть ограничение отрицательности. Получается например в случае когда у нас только два товара у нас такой треугольник получается с вершинами 0,0 W делить на P1 0 и 0 W делить на P2 да. В случае трех товаров получится Тетраидер в случае L товаров соответственно симплекс размерности L. Это бюджетное множество. Если у нас есть какие-то иные ограничения допустим там какого-то товара можно потреблять не более какого-то количества то у нас может оказаться еще какие-то дополнительные ограничения в этом бюджетного множества. Если некоторые товары на некоторые товары нет ограничений отрицательного потребления ну например часто бывает что используется в модели такой товар который означает все остальные товары в английском языке есть стандартный термин numerate счетный товар ну что-то какой-то аналог денег в общем-то не называя это словом деньги будем называть это некоторый товар в котором мы измеряем остальные товары в принципе может оказаться так что человек в некоторый момент оказывается скажем должен тогда у него он в минусе по этому товару но иногда удобно так расширять модель в отрицательную область чтобы ну когда мы решаем задачи с рядом ограничений там надо смотреть кучу случаев чтобы эти случаи не рассматривать пока там ноль можно одним из двух способов поступить или считать что начальный запрос этого numerate достаточно большой или забить на то что там может отрицательно минус идти не умирай ну вот потребитель соответственно решает задачу максимизации своей функции полезности ну или предпочтений на бюджетном множестве ну вот например если криво безразличие устроены так и их рост в эту сторону вот место касания криво безразличия и границы бюджетного множества как раз и будет решением это будет тот оптимальный рациональный потребительский выбор который фактически является является индивидуальным спросом называется маршаловский спрос и вальрацовский спрос это одно и то же подробнее мы в этом спросе функции спроса x от pw и ее свойствах поговорим на следующей лекции то есть это технически математически это решение задачи оптимизации завище от параметров параметры это pw l плюс один параметр соответственно максимизируемые переменные это x и вот x от pw это оптимальный выбор потребитель зависимости от цен и бюджета здесь я в копках замечу что возможен другой альтернативный подход не использующие функции полезности или предпочтений еще третье значит получается да а именно то что называется структуры выбора можно подробнее посмотреть проекта в первой главе маскалила то есть есть просто набор мысльных экспериментов что будет если мы предложим покупателю потребителю такой набор цен такой бюджет что он выберет а что если другой есть определенная там аксиоматика этих структур выбора то есть такой выбор сделает а если бы на аксиоматика этих структур выбора там слабо аксиом вывести почти не сильно аксиом вывести частично вот мы говорим которые в итоге каким-то образом может описывать рациональный потребительский выбор без использования предпочтений и полезности да из ряда аксиом может следовать то что на все это можно привлечь непротиворечиво предпочтение или полезность но здесь можно вспомнить эту как называется сюжет про капризную принцессу у которой в голове три голоса между собой совещаются и голосуют один голос любит допустим альтернативу x больше чем y а y лучше чем z другой любит игрек больше чем за это взят больше чем x и 3 сайта же по циклу и вот когда они голосуют и принцесса принимать при выборе между x и y например какое решение x тогда да потому что двое говорят что их лучше чем и к 3 говорит что игрек лучше чем x также между и газет она выберет y а между z и x выберет z получается цикл да то есть такие предпочтения не такой такое точнее непредпочтение такая структура выбора нерационализируется если у вас голове вот такие три голоса у которых предпочтение соответствии с пардоксом кандарсе подавку дарса устроены да и вы принимаете такое решение дата вы не рациональный агент почему собственно говоря всякое там раздвоение расстроение личности уже считаются ментальным расстройством в частности поэтому что такой человек может быть нерациональным чисто как экономический агент тем не существует такой подход допустим мы такой более болишь называется честный потому что на самом деле функции полезность не существует предпочтение тоже обычно на прибыль еще у фирмы существует может кажется фирм максимизирует прибыль и прибыль можно посчитать полезность такой полезность это мысленный конструкт наш модель часть модели жизни и нет а в жизни есть зато то что можно померить допустим потребительский выбор чей-то индивидуальный или какой-то агрегированный соответственно на основании этих наблюдений можно допустим построить выявленные предпочтения то есть так как на самом деле делается как выбирается тот или иной тайной спецификации функции полезности моделях смотрят насколько она бьется с данными с точки зрения потребительского выбора вот калибровой параметры хорошо теперь я сказал что есть подход кардинальный ординальный то есть с помощью функции полезности с помощью предпочтений можно описать собственное предпочтение самом деле это примерно одно и то же в большинстве случаев то есть рациональное предпочтение обычно можно задать функции полезности если еще кое-что добавить дополнить предположение если добавить ну точнее так полезность вообще всегда задается это почтение а вот рациональное предпочтение задается полезностью не всегда почти всегда вот это почти сначала давайте пример когда мы не можем построить функцию полезности сдающего предпочтения это лексикографические предпочтения например вот смотрите есть два товара первый товар называем безопасность автовой товар называем удовольствие мы в первую очередь озабочены безопасностью и только после того как нам предложены два варианта имеющие одинаковую безопасность мы выбираем тот где больше удовольствия то есть мы сравним сначала по по координате x1 если x1 у одного набора больше чем x1 другого товара то все говорит тот который x1 больше он лучше вот а потом если уж x1 сейчас да если первые координаты равны если x1 равно y1 то мы сравниваем уже игреки не игреки извините вторые вторые координаты почему почему они не представляются эти предпочтения представляют функции полезности давайте посмотрим как что было бы если они представлялись могут тогда смогли но у нас все все наборы из этих двух товаров на самом деле между собой линейно порядочные правильно то есть если два разных набора у нас то они всегда так сказать друг с другом один один больше другой меньше то есть один хуже другой лучше они не являются эквивалентными фактически если мы хотим построить функции полезности нам надо вот какой трюк изобразить здесь вот нас есть числовая прямая которая это все набор всех возможных значений полезности давайте на это числовой прямой изобразим те уровни полезности которые соответствуют значению x1 но вот при самом маленьком значении x1 допустим такой уровень полезности при самом большом вот такой самый большой такой бесконечный считали но неважно даже короче какой-то интервал мы тем самым покроем и при меньшем значении x1 точно будут все значения полезности меньше при большем точно будут все значения больше и чтобы перебрать таким образом все значения x1 нам надо ни много ни мало разбить пойму и числовую прямую на континуум отрезка в континуум интервалов вы поставите инъекции неважно короче это невозможно сделать невозможно расположить на прямой более чем счетное количество не перескачивать интервалов знаете да такой теорему из анализа ну там вопрос мощности то есть мы всегда можем эти интервалы перечислить да там допустим возьмем сначала те которые которых размер там больше единицы их будет не более тем счетное количество естественно да потом те у которых размер между 1 2 единицы потом между 1 4 1 2 и так далее так мы все перечислим не может быть их континуум только счетное количество счетное множество поэтому вот невозможно построить функция полезности реализующие рационализирующие лексикографические предпочтения но это пример разрывных на самом деле предпочтения вот если мы потребуем от предпочтений свойства непрерывности то на самом деле стерео дабы которые утверждают что мы можем реализовать такие предпочтения функции полезности чтобы непрерывные предпочтения есть два альтернативных определения прерывности одно определение непосредственно что такое не что такое вообще непрерывное отображение отображение выдерживающий предельный переход на перестановочность предельным переходом то есть вот если у нас есть отношение предпочтений последовательность пар наборов наборов товаров XN, YN при N 1, 2, 3, 4 и так далее в бесконечности. И мы знаем, что XN всегда не хуже, чем YN. Тогда такое же соотношение должно выполняться после предельного перехода. X не хуже, чем Y. Если XN, YN сходится к XY в обычной нашей топологии, которая у нас есть в пространстве RN+. X, Y это... X набор товаров, то есть элемент пространства RN+, и Y тоже. Между ними существует отношение предпочтения. Вот это отношение должна иметь, что называется западный график. А график предпочтения, что имеется? А, это вот что такое. Смотрите, допустим, у нас было бы только по одному товару. И тогда, ну, естественно, наверное, мы считаем, что один набор товаров одномерно лучше другого, когда единственный товар больше в одном случае, чем в другой. И так, график таких предпочтений устроен так. Да? То есть мы отметим все точки, которые соответствуют тому, что один набор товаров не хуже другого. X1 не хуже, чем X2. Вот это график естественных таких предпочтений между экономическими, между разными количествами одного экономического блага. Правильно? X1 больше на X2. А если у нас, допустим, уже по два товара в каждой корзине, то для того, чтобы мы нарисовали график их сравнения, у нас должна быть четырехмерная картинка. Я это, пожалуй, не нарисую. Интуиции не хватит геометрической. Но можно попробовать. Короче, и это множество в четырехмерном пространстве должно быть замкнуто. Тогда мы говорим, что отношения предпочтений непрерывные. А, прям буквально то же самое. Да. Это то же самое, да. Западная графика это то же самое, что перестановочность с предельным переходом. А есть другой подход к непрерывности, другое определение альтернативное. Не эквивалентное, я докажу это. Смотрите. Обозначим, назовем для набора товаров X его верхним контуром те наборы товаров, которые с точки зрения нашего потребителя не хуже, чем X. В нестрогом смысле предпочитаются X. И аналогичный нижний контур. Те, которые не лучше. X. И оба они, и верхний контур, и нижний контур должны быть замкнутыми на жесты. Это, оказывается, эквивалентно определению непрерывности предпочтений. И вот лексикографические предпочтения в любом смысле не являются непрерывными. Почему? Потому что, вот как устроен, например, верхний контур в случае лексикографических предпочтений. Смотрите. Вот у нас есть X1, X2, есть точка X. Как устроен верхний контур для точки X при лексикографических предпочтениях? Все, что строго вправо, а также все, что выше, без того, что слева. То есть вот эти точки отсутствуют. Верхний контур не является замкнутым множеством. У него есть часть границы, ему не принадлежащая. Поэтому... Так вам все понятно, понятно терминология, да? Поэтому лексикографические предпочтения не являются непрерывными. Но и неудивительно, что они могут не задаваться функцией полезности. А теорема Добре гласит, что если у нас есть непрерывные циональные предпочтения, то есть и непрерывная функция полезности, которая их задает. Но и докажем тоже в более простом варианте, когда там еще монотонность присутствует. Так, давайте поговорим вот про что. Про эквивалентность двух определений непрерывности предпочтений. Да? Вернуться назад? Это что-то важное для полезности или это просто хорошее дополнение для функции? Ну, это... Это хорошее дополнение, я бы сказал. Те же самые непрерывные предпочтения можно задать разрывные функции полезности, естественно, можно шкалу полезностей как-нибудь разрывно, монотонно преобразовать. Я не знаю зачем. То есть функция полезности не обязана быть непрерывной, но если... Не обязана, но это все-таки хорошее свойство. Почему? Мы хотим, в конце концов, в нашей экономической модели, которую мы строим, микроэкономической, чтобы у нас было, у задачи потребительского выбора, решение. Мы можем гарантировать существование этого решения, если выполнен условие теремии Вильстрасса. Помните такую? Если у нас максимизируется непрерывная функция на непустом компакте, то вот такая задача и обязательно будет решение. Вот. Бюджетная множество, как мы видим, вполне себе компакт, если одна из цен только не ноль. Ну и, соответственно, если у нас предпочтения непрерывные, или полезность непрерывная, или то и другое вместе, то уже решение есть. Можно теремию Вильстрасса формулировать в терминах полезности, можно теремию подпочтения, она и там, и там выполнена в случае непрерывности того или другого. Так, значит, непрерывность предпочтений. Вот есть первое определение, что предел последовательности xn и yn находится между собой в таких же отношениях, как сами xn и yn, если они в одних и тех же отношениях находятся для всех n. и второе замкнутость в верхнюю и нижнюю контуру. Почему эти свойства эквивалентны друг другу? На самом деле, то, что из 1 следует 2, это, в общем, довольно очевидно и легко. Сложная часть теоремы, что из 2 следует 1. Из 1 следует 2, мы просто зафиксируем yn, одинаковые сделаем у, и получится фактически что? У нас есть график этого отношения предпочтений, мы делаем его сечения при одном и том же y. Получаем то же замкнутое множество, а именно верхний контур. Да? То есть пересечение замкнутое множество с пространством является то же замкнутое множество. Ну, или, как здесь написано, просто положим yn равно y, получаем, что из xn не хуже, чем y, следует, что x не хуже, чем y. То есть верхний контур замкнут, аналогично с нижним контуром. Содержательная часть теоремы состоит в том, что из 2 следует 1. Давайте это докажем. Итак, доказательства будет от противного. Пусть не так. Пусть 2 выполняется. И предпосылки 1 тоже выполняются. То есть у нас есть последовательность пары xn и yn. Она сходится к паре xy, и при этом xn не хуже, чем yn. У нас рациональное предпочтение. Но при этом почему-то y строго лучше, чем x. Если не выполняется x не хуже, чем y, значит, y лучше x. Так, поскольку у нас предпочтение полное. Придем к противоречию. Смотрите. У нас верхний контур y, замкнутое множество. И x хуже, чем y. То есть x не принадлежит верхнему контуру y. Если точка x не принадлежит некоторому замкнутому множеству, то и достаточно близкие к нейчленопоследовательности xn тоже не принадлежат этому замкнутому множеству. Таким образом, у нас y строго лучше, чем многие xn, то есть, чем xn предостаточно большим n. Так? Зафиксировали это. Вот. Ну и аналогично. yn строго лучше, чем x. Для всех достаточно больших n. То есть, мы можем выбрать максимум из того порога для n, который здесь, и того, который здесь, и констатируется, существует такой номер k, что, во-первых, y строго лучше, чем xk, во-вторых, yk строго лучше, чем x, да? Ну, а также у нас дано еще, что xk не хуже, чем yk. Получается такая цепочка предпочтений. А у нас транзитивность выполняется, да? Да. Задавайте вопросы. Хорошо. Итак, у нас есть транзитивность, значит, у нас, в частности, xk строго лучше, чем x, да? Вот по этой цепочке получается так. Что это значит? x не принадлежит верхнему контуру xk. Здесь опять мы сейчас будем пользоваться замктостью верхнего контура xk. Теперь замктость верхнего контура xk гарантирует нам, что также это верно, вот это неравенство, это предпочтение строгое. когда вправо стоит вместо x, xn достаточно большого n. А кроме того, xn, естественно, не хуже, чем yn, как у нас предполагается. Значит, xk строго лучше, чем yn. Для всех достаточно больших n. Ну и, наконец, вызвано противоречие. Нижний контур xk тоже замкнут. Что это значит? Смотрите, xk строго лучше, ну или, по крайней мере, не хуже, чем все yn, достаточно больших, предостаточно большим n. Переходя к пределу преимущественной бесконечности, получаем, что xk не хуже, чем y. А у нас здесь вот противополучие, что я делал, мы же пытаемся доказать, что это предел. Подождите. У нас, понимаете, смотрите, мы пытаемся доказать, что можно переходить в пределы одновременно, варьируя xn и yn. А если мы одно из них фиксируем, а другое меняем, это как раз утверждение 2. То есть вот, из утверждения 1 следует утверждения 2 вот таким образом. То есть достаточно утверждения 1, чтобы... Утверждения 2, извините, следует 1. Достаточно утверждения 2, чтобы уже упоминалось утверждение 1. Можем пользоваться любым из определений непременности предпочтений, а также пользоваться теоремой Дебре, которая... Ну, об этом речь чуть позже сейчас. Теорема Дебре говорит нам, что непрерывные предпочтения можно реализовать непрерывные же функции полезности. Так, хорошо. Итак, вот важное свойство у нас постоянно будет в первой теремии общественном благосостоянии в других местах использоваться локальная ненасыщаемость, local non-association. Что это такое? Это просто утверждение, что какой бы у нас ни был набор товаров, в его сколь угодно малой окрестностях всегда найдется набор товаров еще лучше. То есть нет такой точки насыщения. Точка насыщения была бы, если был локальным максимум предпочтений некоторой точки. Это свойство предпочтений. Свойство предпочтений. Предпочтения называются локальными ненасыщаемыми, если для любого потребительского набора в сколь угодно малой его окрестностях существует лучший, чем он, потребительский набор. А есть еще свойства монотонности. На самом деле мы привыкли, что предпочтения монотонны, что каждый товар является экономическим благом, а не экономическим злом. Как, например, загрязнение окружающей среды или, скажем, рабочее время в противоположность свободного времени. Это тоже экономическое зло. Мы хотим его меньше потреблять, а не больше. Ну, обычно. И с того, что с работой нам очень нравится, это уже не совсем работа. Вот. Значит, монотонность и строгая монотонность. Во-первых, если известно, что по каждой координате набор х превосходит набор у, то должно выполняться строгое отношение предпочтений между х и у. Это просто монотонность. Более слабое свойство. А более сильное свойство – строгая монотонность. Если у нас по каждой координате х икса не меньше, чем у, а хотя бы в одной из них строго больше, то должно выполняться тоже отношение строгое предпочтения. То есть, вот внизу картинка, которая показывает, как выглядит, не то, что как выглядит, а где находится верхнее контурное множество при монотонных предпочтениях для х-звездочкой. Оно находится, оно является подмножеством вот этого артанта, выпущенного отсюда. в случае строгое верхнего контура и строгой монотонности, оно является подмножеством, на самом деле, внутренности этого артанта. Можете еще раз объяснить, у нас с точки двух стрелок? Сейчас, нет, наоборот, в случае не строгое, подмножество внутренности, а в случае строгого подмножеством даже всего артанта без только нижней точки. Еще раз? Вопрос. Для эти греночки получается строго... А, смотрите, по градиенту сравним, да, я здесь не прокомментировал, здесь было эти обозначения, измускалелы я их взял, вот обозначение для сравнения векторов, смотрите, мы используем. Окей? Так. И вот теперь, смотрите, облегченный вариант теоремы Дебре, к чему мы, наверное, эту лекцию закончим сейчас. Ну, я вот докажу, теоремы Дебре в облегченном варианте, в лайтовом варианте, непрерывные, монотонные рациональные подпочтения представляются непрерывной же функцией полезности. Ну, и монотонные, добавлено в скобках, тоже. В возрастающей. Не строго, благосостоящей. как мы будем это доказывать? Смотрите, ты, я вижу, у меня питание пропадает от этого. Еще раз. А предыдущий слайд? В случае монотонности разрешается, что, допустим, у меня было 5 яблок и 7 груш, а стало 6 яблок и 7 груш. И при этом я эти события трактую как эквивалентные. Вот это разрешается. А при строгой монотонности я уже в этом случае должен испытывать больше удовольствия от 6 яблок и 7 груш. То есть если мне стало больше хоть по одному товару, то я уже от этого рад. Это строго монотонность. Нет. Обычно Натанович предъявляет меньше требований к предпочтениям. Да, а то есть в обычном смысле это строго монотонность здешняя. Ну, да. То есть почему? Обычно монотонность больше требований к тому, что по каждому товару получается было меньше. То есть у каждого должно быть больше. Нет. Смотрите, есть, значит, когда мы предъявляем требования к наборам товаров, то мы уменьшаем количество, когда мы предъявляем больше требований к наборам товаров, которые должны быть лучше, мы уменьшаем количество требований к своим предпочтениям. Понимаете? Поэтому получается более слабые, а не более сильные свойства. То есть с точки зрения как-то члены? Да. То есть можно стоп по каждому поэтому не прожить. А, так же еще нет. А, то есть слово что-то больше чем стоп Да. Строгое это более сильные свойства, но реже выполняется. Так, облегченный вероятный теремен ВДВ, но смотрите, доказательство устроено так. Возьмем произвольный потребительский набор и проведем через него поверхность безразличия или кривую безразличия, до пересечения с некоторой прямой, которая выходит из начала координат и проходит через точку допустим из одних единиц. То есть у нас есть такая эталонная шкала полезности, когда каждого товара по одинаковому количеству. Представьте себе. И мы ищем такой набор товаров из таких эталонных, из этой эталонной шкалы, который был бы эквивалентен с точки зрения наших неприятных предпочтений иксу. Это всегда можно сделать. Почему? Потому что мы можем взять допустим скажем нижний контур икса и посмотреть где он пересекается с нашей шкалой эталонной. Получается некоторое подмножество нашей шкалы ограниченное сверху безусловно, потому что вот эта точка она точно лучше икса в случае монотонных предпочтений. Но в случае не монотонных почему я называю облегченной версией там еще некоторая возня нужна для доказательства. А в случае монотонных мы можем сразу сказать что эта шкала нам годится и множество вот это будет ограничено сверху, а значит у него по аксиоле полноты вещественных чисел есть супремум. вот это супремум он же инфимум пересечения верхнего контура с нашей шкалой и будет собственно говоря точкой с которой мы сравниваем наш набор товаров и по которой мы формируем функцию полезности. Функция полезности это будет сколько единиц каждого товара здесь в этой эквивалентной точке присутствует. Вот это альфа от х так обозначим. Если допустим е это вектор одних единиц да? Можно выбрать любой другой строго положительный и вот есть точка которая эквивалент на х и имеет вид альфа от х умножить на е альфа от х будем считать нашей функцией полезности собственно все дальше механически проверяется что эта функция полезности представляет наше предпочтение является непрерывной является монотонной возрастает по каждому аргументу в нестрогом смысле что вектор е что такое альфа умножить альфа число е это вектор число умножаем на е то есть допустим альфа равно 07 значит это 07070707 и так далее альфа от x это функции числовая и на выходе тоже число альфа из x умножить или нет а это альфа с волной некоторая здесь просто имеется ввиду что существует здесь эта точка демонстрирует что существует для любого x такая точка на этой прямой на этой шкале которая лучше него если бы такого не было то так бы не получилось у нас построить такое конструкцию вот хорошо давайте на этом моменте прервемся потом у нас будет семинар на семинаре на самом деле чуть-чуть еще добавлю что я хотел показать вам рассказать из лекции вот сейчас отдыхайте задавайте вопросы так предельная норма замещения это важное микроэкономическое понятие вот оно что измеряет каким какое количество товара 2 вам компенсирует то что вы отдаете одну малую единицу товара 1 вот смотрите вы находитесь точкой со звездочкой и вам говорят давайте вы избавитесь от там маленького количества товара 1 то есть влево переместитесь насколько вы готовы значит за какое количество товара 2 вы готовы на эту сделку то есть какое количество товара 2 вы готовы обменять на одну маленькую единицу товара 1 находясь точке x если бы это было как кпв типа лот хромо константы ну это как да если это как кпв интерпретировалось бы то да такая штука называется предельная норма технологического замещения а это предельная норма потребительского замещения ну да сейчас мы рассматриваем два товара иначе бы нам надо было фиксировать какие-то два товара в расстанстве товаров и рассматривать предельное размещение между именно этой парой товаров вот но математически это естественно угол наклона касательно к либо безразличия то есть соответствующий там производной неявной функции которая вычисляется потерями неявной функции да вот потерями неявной функции она вычисляется таким образом помните а у вас не было функционерских перемен вот короче да это отношение предельных полезностей значит в экономике вообще свой язык то что на языке математики называется производной или частной производной на экономическом языке называется предельной полезностью вообще производная соответственно на экономическом языке значит marginal что-нибудь и отношение предельных полезностей есть предельная норма замещения знак минус здесь убирается потому что соответствующий знак минус существует в тереминейной функции да ну короче говоря если у нас положительный рост полезности происходит при увеличении количества любого товара то все-таки кривая безразличия имеет наклон отрицательный да хорошо и уклон ее равен как раз отношении предельных полезностей ну легко запомнить dx2 делить на dx1 а вот тут мы теперь на ду сократим получим как раз dx2 делить на dx1 тоже да она должна быть дифференцируем всего и должно быть знаменателе этой формулы обязательно не 0 да нет нет там я знаю что тереминейной функции своим абитуентом каждый раз рассказывала в следующей лекции по матанализу вот там две части у нее есть вторая часть которую я сейчас собственно использую тереминейной функции а есть еще терема существования этой неявной функции как бы часть теремы какие там условия там непрерывная дифференцируемость нужна в функции да но еще утверждение теремы в том что все это локально можно найти только да нам сейчас не важен локальный анализ хорошо а мы сейчас пишем или нет уже пишем а хорошо это лекция переходящая в семинар но еще не перешедшая медленно смотрите и что мы здесь видим на этой картинке а также на всех других которые вам показывал на почти всех что эта штука мрс которая убывает при росте х1 и падении х2 при движении вдоль кривой безразличия это называется убывающая предельная норма замещения или по другому это называется так предпочтение у нас выпуклые вот ну смотрите содержательные доводы экономические в пользу этого предположения выбывающей предельной нормы замещения смотрите вот мы допустим мы двигаемся по этой кривой безразличия отсюда сюда что происходит мы пожертвовали каким-то количеством товара 1 чтобы приобрести товар 2 потом еще пожертвовали наоборот товаром 2 пожертвовали чтобы приобрести товар 1 потом еще пожертвовали чтобы еще приобрести товар 1 и так далее у нас образовалось много-много товара 1 и довольно мало товара 2 зачем нам столько товара 1 вообще потреблять Но мы потребили уже сколько-то, и хватит нам. Мы немножко им почти насытились. Не совсем насытились, потому что у нас нет насыщаемости. Но почти насытились. А товаром один насытились. Товаром два у нас в некотором недостатке. Мы хотели бы как раз его побольше. По-другому это можно так сформулировать. В целом людям обычно лучше диверсифицировать свое потребление между разными товарами, чем потреблять только один товар. То есть лучше на обед, например, съесть тарелку супа и тарелку каши, чем две тарелки супа или две тарелки каши. Ну, это не всегда так. Бывают исключения, конечно же. Бывают, поэтому и невыбокое предпочтение. Но в целом обычно считается, что предпочтения должны быть выпуклые. И все предпочтения, которые используются в разных спецификациях, проверяемых, тестируемых эмпирически, они обычно выпуклые. Невыбоклое предпочтение обычно... А можете привести, кстати, пример какой-нибудь пары товаров? Или, допустим, одного товара, который бы участвовал в паре, где бы могли возникнуть невыбоклое предпочтение. Слово «выпуклость». Во-первых, бывает выпуклость функций, бывает выпуклость множеств и выпуклое предпочтение. Это все разные понятия. Да, и выпуклость функций, здесь действительно термологическая путаница часто встречается. Я буду здесь, в этом курсе, говорить, что функция выпуклая, если она вот такая. Я вот не знаю, это вверх или вниз. Короче говоря, есть английский устоявшийся термин. Convex. Который на русский язык обычно переводится как «выпуклая функция». Выбуклая. Выбуклая. Ваши споры закономерны, потому что в математической терминологии вот это называется выпуклая, а это вогнутая обычно, но в книгах так. А при этом в обиходе и в быту, наоборот, если мы, допустим, со Станкинской башни смотрим, на экскурсовод говорит, обратите внимание на это здание с вогнутой крышей, там один из павильонов ВДНХ. Мы имеем в виду, что вогнутая крыша – это вот такая странная, не такая, как обычно крыша бывает. Короче, здесь путаница неизбежна. В быту мы это считаем вогнутым, а это выпуклым, а в математике наоборот. И ничего с этим поделать не могу. Лучше, может, сразу говорить «convex, concave», так прям сразу понятно. Это про функции. А предпочтения называются выпуклыми, если… Тут все просто. Если верхнее контурное множество и оси являются выпуклым множеством. А что такое выпуклое множество? Это такое множество, что если ему принадлежат две точки, то в нем содержится и весь отрезок между ними. То есть вот такие предпочтения не являются выпуклыми, если у нас рост вверх предполагается, а такие являются. Так вот, значит, помимо ценности диверсификации, еще здесь на самом деле есть такой момент, как неприятие риска. Если, например, интерпретировать x1 как потребление в одном состоянии мира, потребление чего-нибудь одного, там, наличие, количество денег у нас в кармане, а x2 как потребление в другом состоянии мира. x1, состояние мира 1 реализуется какой-то вероятностью, допустим, состояние мира 2 реализуется какой-то вероятностью, но какое из них реализуется в будущем, мы не знаем. Пойдет дождь или будет солнце. Соответственно, обычно считается, что лучше, чем лотерея 50 на 50, ну, допустим, в одном состоянии мира я получаю 100 рублей, а в другом 0, лучше иметь 50 рублей просто, детерминированном в любом состоянии мира. Соответственно, это все тоже приводит нас к выпуклым предпочтениям, уже таким, между состояниями. Про это я подробнее поговорю в соответствующем разделе нашего курса про принятие решений в условиях неопределенности. То есть выпуклый предпочтение еще связан с неприятием риска. А почему люди не приемлют риск? Есть такая, знаете, пословица или поговорка, не так хорошо, когда деньги есть, как плохо, когда их нет. То есть превращение одного и того же количества денег, эффект от него мы ценим в меньшей степени, чем убыток от того, чтобы у нас его отнять. Ну, вот все это примерно про одно. Про то, что снижается ценность избыточного потребления каждой следующей единицы товара по сравнению с другими товарами. Все это про выпуклые предпочтения. Хорошо. Ну, дальше понятие строго выпуклого предпочтения. Здесь, соответственно, строго выпуклыми называются такие предпочтения, что если у нас точки вот эти вот различные, то смесь этих точек с коэффициентами альфа и 1 и нас альфа строго лучше, чем худшая из этих двух точек. Если они разные. И если альфа строго между нуля в одинице, если эти оговорки важны. Ну, математически строго выпуклые предпочтения, если мы в термах функции полезности переформулируем, значит, бывает понятие вогнутой функции, да? Вогнутая функция генерирует выпуклые предпочтения. Здесь споры нет. Верхнее контрное множество для вогнутой функции полезности будет выпуклым. Но не только вогнутые функции генерируют выпуклые предпочтения. Например, любое монотонное преобразование вогнутой функции, даже не являющейся вогнутой функцией при возведении в квадрат, тоже генерирует те же самые предпочтения. Значит, класс функций полезности, которые генерируют выпуклые предпочтения, он шире, чем просто вогнутые функции. Такой класс называется классом квази-вогнутых функций. Можно просто определить – квази-вогнутая функция полезности, такая функция полезности, которая генерирует выпуклые предпочтения. Сейчас на семинарской части, если останется время, поговорим про математическое необходимое и достаточное условие в гладком случае того, что функция квази-вогнута. Квази-вогнута. Или что она генерирует выпуклое предпочтение. Чем это все хорошо? Потому что если у нас предпочтение непрерывное и выпуклое, то решение задачи потребителя не просто существует, не просто является компактом множество решений, она еще и не пустой, выпуклый компакт. Далее. Обычно для решения задачи оптимизации используется слой первого порядка, слой куна-такера. Ну или в самом простом варианте то, что вам известно в мат-анализе как терема-фирма, самая простая из возможных. Что производная максимизированная функция в точке общим равна нулю, да? Слой первого порядка. Но она является только необходимым, да? Чтобы она стала достаточно, нужны там какие-то слои второго порядка. Вот они не нужны, если у нас предпочтение выпуклое. Если предпочтение еще и строго выпуклое, то вообще решение единственное. Ну и заключение лекционной части про некоторые удобные для исследования классы предпочтений. Один класс предпочтений – это гомотетичные предпочтения, которые устроены так. Если х эквивалент на у, то для любого неотрицательного альфа верно, что альфа и х эквивалент на альфа у. Точными словами, множество безразличия переводится одно в другое, гомотетичные с центром в нуле. Достаточно задать одну из них, кривую безразличие, задать одну. И все остальные будут получены раздутием ее из нуля. А второй класс – это квазилинейные предпочтения, где, соответственно, кривые безразличия или множество безразличия переводятся друг в друга параллельным переносом вдоль одной из осей. Соответственно, допустим, квазилинейность по первому товару. Если х эквивалент на у, то х плюс любое количество первого товара, фактически, добавленное, эквивалент на у плюс любое количество первого товара, добавленное. Ну вот. Обычно в этом случае, в случае квазилинейных предпочтений, как раз именно этот товар, по которому они квазилинейные, объявляется не умирает, и в его терминах все считается. И обычно при этом модель резко упрощается, там начинает отсутствовать эффект дохода. В случае квазилиней, в случае гоматотических предпочтений, при добавлении дохода к бюджету, он равномерно распределяется в одинаковой, не в одинаковой пропорции, а пропорционально, точнее, количеством товаров, уже потребляемых, он распределяется на новые покупки. В случае квазилинейных предпочтений, весь эффект дохода уходит на тот товар, по которому квазилинейные они. Об этом подробнее поговорим еще. Субтитры создавал DimaTorzok